Ирина Кузина Сегодня мы будем говорить о меховой отрасли, какие сейчас идут процессы, что делают профессионалы, чтобы не только удержаться, но и дальше развиваться в новых условиях. Сегодня я пригласила к нам в студию наших постоянных экспертов, вы хорошо уже знаете, по поводу развития меховой отрасли как раз таки мы с нашими гостями и будем говорить. А сейчас разрешите представить, кто у нас сегодня в студии. С нами сегодня Алексей Бончужный, руководитель Тверской меховой компании. Зашубы и очень рада вас видеть в новом сезоне с нами. Здравствуйте. Сегодня к нам пришел Александр Кашлик, главный врач компании «Биватон». Вы впервые. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Сегодня с нами Елена Суркова, имидж-стилист, основатель школы «Юных леди». Спасибо, мы с вами уже работали. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Здравствуйте. И сегодня у нас постоянный эксперт, который участвует в очень серьезных проектах, Оксана Толкаченко, кандидат экономических наук, заместитель директора Института экономики и управления Тверского государственного университета. Здравствуйте. То есть у нас разные такие сферы собрались для того, чтобы обсудить, как же себя сейчас чувствует меховая индустрия в новых условиях. И первый вопрос вам, Алексей, что скажете? Что касается настроения, здесь я самое главное хочу сказать, что наша жизнь начинает возвращаться в привычное для нас русло. И самое главное, что снимаются ограничения, открываются, запускаются производства, открываются парки, кафе, спортивные залы, открываются магазины. И выставки и ярмарки тоже входят обратно в нашу привычную жизнь. И здесь, что касается нас, то, с одной стороны, мы, конечно, волнуемся по поводу того, что ждет нас в новом сезоне, что будет нового, какие будут перемены. Никто достоверно на этот вопрос, наверное, сегодня ответить точно не сможет. Но, с другой стороны, мы рады, что все открывается. И что вот сможем встретиться с нашим покупателем в торговом центре «Олимпса» среды по воскресенье, то есть с 28 октября по 1 ноября. Это привычное место, привычные даты на нашей распродаже, распродажа Тверской меховой ярмарки за шубой. Мы к этой выставке подготовились. Будут события для жителей города. Будет благоприятная атмосфера праздника, гостеприимства, уюта и, конечно, радости от покупок. Но события действительно будут, потому что в период самоизоляции нам не хватало общения. Еще можно прийти на ярмарку, поговорить, обсудить. Мне кажется, даже чем-то поделиться для того, чтобы понять, что тебе нужно на сегодняшний день. Какой натуральный мех, какой вид. Правильно я понимаю? Конечно. Сама по себе формат ярмарки, он, с одной стороны, простой, но, с другой стороны, надежный. И его исторически любят наши российские женщины. То есть это только прерогативы наши, российские женщины? Да. Мы помним, в нашей ярмарке всегда атмосфера праздника, это богатый выбор, это прямой диалог между покупателем и продавцом. Нет никаких посредников, никаких дополнительных издержек. То есть в любой момент ярмарка открылась, сработала и поехали работать дальше. Ну а давайте спросим мнение у экономиста. Сейчас действительно непростая ситуация, все переживают сложные времена, мы стараемся сами себя подбадривать. И, наверное, может быть, открытие вот этой меховой выставки, это как некий знак возобновления жизни. Тем не менее, все равно есть определенного рода волнение, что нас ждет завтра, какие перспективы у меховой отрасли, что делать людям, которые в ней заняты. Вот какие-то есть уже сейчас прогнозы, о которых вы готовы поделиться, Оксана? Конечно, времена непростые для всех отраслей, для простых граждан Российской Федерации. Но что касается именно этого направления, я думаю, что ей сложно, в общем-то, было давно. И коронавирус, может быть, в меньшей степени воздействовал на эту отрасль, нежели чем на другие. Воздействие какого характера мы могли наблюдать в последние несколько лет. Введение того же чипирования однозначно обременило компании, занимающиеся в этой отрасли. Каким образом? Увеличилась по-любому себестоимость продукции, которая предлагается на рынке. Дальше, если мы говорим о тех компаниях, которые производят свое сырье, отечественное сырье, то есть выращивают норку или иные виды меха, то это, на самом деле, очень дорогостоящая процедура. Она длительная достаточно во времени, что также накладывает отпечаток на себестоимость продукции, которую предлагается рынку. И надо отметить, что при производстве пушнины очень высокие постоянные и переменные издержки. И, конечно, те экономические условия, в которых мы находимся, они никак не способствуют снижению себестоимости продукции. Они, на самом деле, сказываются только на ее увеличении. Те компании, которые используют импортное сырье, а на самом деле, мы знаем, что достаточное количество у нас компаний, которые используют импортное сырье, но те же таможенные пошлины тоже не сказываются благоприятно на реальной стоимости продукции, изготавливаемой продукции, предлагаемой рынку. Поэтому сегодня, на мой взгляд, наверное, коронавирус не убил эту отрасль и не может ее убить по одной простой причине, что данная пандемия пришлась на тот период, когда востребованность и спрос на верхнюю одежду, на шубы, он и так, по факту, по примерам других лет, не столь велик, как это бывают другие сезоны. Поэтому однозначно этой отрасли нелегко будет, как и всем остальным, но все-таки выживаемость здесь наблюдается, и мы можем ее прогнозировать даже по одной простой причине. Наверное, наличие натуральной шубы в гардеробе женщины, а может быть даже и мужчины – это некий такой культурный код нашей страны. И если мы видим сегодня, что вся Европа, Америка, модные бренды пропагандируют уже давно немодность натуральных мехов и предлагают исключительные замены из синтетических материалов, то, наверное, под влиянием этих глобальных перемен в мире моды мы, как Российская Федерация, будем менее всего подвержены. Потому что у нас это уже на уровне коллективного и бессознательного. Наши предки многие-многие века назад носили шубы, и это действительно осталось и у нас. Плюс ко всему, конечно, наверное, мы можем говорить, что это некий такой символ роскоши, но, на мой взгляд, сегодня в современном нашем мире, в современной нашей России, это уже, наверное, необходимость каждой женщины чувствовать себя комфортно и уютно в зимний период времени, который у нас длится продолжительный период. А вот у нас никто не отменял. Да, да. Не отменял никто. Всегда какие-то прогнозы есть. Вы, как представитель, как, скажем, человек из практики, скажите, за счет чего будете стараться сегодня выжить? Как, скажем, конкурировать с другими организациями? В чем ваши плюсы? И что касается чипирования, действительно ли так, что стоимость шуб увеличилась за счет, в том числе, и вот этой процедуры? Так, давайте по порядку. И что она в конечном итоге дает? Смотрите, ну, давайте про чипирование, два слова скажу. То есть, это государственная система маркировки была введена, цель ее была в том, чтобы заблокировать поступление на наши рынки недоброкачественного контрафактного продукта, то есть, чтобы все изделия были легальными. Что такое чип? По большому счету, это паспорт изделия, чтобы его получить. Организация-продавец проходит полную налоговую проверку, когда у нее нет задолженностей. Она получает подтверждение и разрешение на маркировку своих изделий. Это, по большому счету, электронный паспорт, то есть, если мы сейчас... Который прикреплен к самому изделию, то есть, в самом торговом зале, правильно я понимаю? Да, прикреплен причем таким образом, что его снять нельзя. То есть, если мы его снимем, он нарушит свою целостность и уже будет негоден. Вот. В чем его плюс? То есть, на сегодняшний момент женщинам, чтобы раньше убедиться в подлинности изделия, нужно было смотреть торговые марки, декларации, сертификаты. Это было... Ну, на самом деле, женщинам неинтересно, очень сложно сделать. А сегодня, прямо в торговом зале, если мы отсканируем вот этот QR-код, мы увидим полную достоверную информацию об изделии. Причем она... Это происходит запрос в Федеральную налоговую службу. Идет ответ о том, кто произвел, в какие сроки, кто является продавцом, из какого вида меха, крашеные изделия, либо не крашеные, какой размер, страна-производитель. То есть, полная достоверная информация буквально сразу появляется в нашем сотовом телефоне. И, конечно, женщинам это легко и удобно. Ну, помимо того, чтобы шуба им просто понравилась, они еще убедятся, что она действительно подлинная и доброкачественная. И получает спокойствие, то, что шуба сделана качественно. Конечно. Да, Александр как добрый старается. Вот. Что касается того, что помогает выжить и на что мы рассчитываем в следующем сезоне. Самое главное в том, что у нас богатая история. Организация начала работать в 2001 году. Сегодня у нас происходит только смена названия. Мы запускаем новый товарный знак, потому что идем в ногу со временем. Сохраняем старые традиции, но и развиваем все новые моменты, которые помогают нам грамотно работать с нашими покупателями. Мы выходим с новым товарным знаком «Тверская меховая» и новым названием «Тверская меховая компания за шубой». Мы работаем уже около 20 лет. Нас хорошо знают в регионах страны, нам доверяют, потому что мы являемся добросовестным продавцом и производителем. У нас есть наши постоянные покупатели. За время работы им стали более 3,5 миллионов жителей нашей страны. Мы работаем по всей стране. Это Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Краснодар, вплоть до Воркуты и Якутска. То есть по городам и весям нашей страны. Расскажите, вы только продаете сейчас или полный замкнутый круг производства? Да, это еще один момент, почему новое название. Потому что мы уже стали давным-давно гораздо больше, чем просто ярмарка. Потому что у нас организовано современное российское производство, которое мы контролируем весь технологический цикл с момента выращивания сырья, отбора сырья, момента разработки дизайна новых моделей. И уже организовываем сам производственный процесс пошива меховых изделий. Плюс каждая шуба на нашей ярмарке проходит тройной контроль качества, стоит штамп ОТК, поэтому тоже можно не бояться и смело покупать. Ну а в конечном счете, что это дает покупателю? Когда вы работаете со своим мехом, когда у вас такой вот уровень производства. Покупатель, конечно, получает добротное, качественное изделие. Как это сказывается на цене? И самый главный момент, да, это именно цена. То есть на сегодняшний момент мы в состоянии сохранять цены прошлого года, несмотря на повышение таможенных пошлин и цен на импортные товары. Это и импортные, ну много импортов все равно идет, это и подклады, фурнитура, это идет для выделки много химических элементов. Цены растут, но мы держим, потому что у нас есть ресурс, у нас есть наши надежные покупатели, которые нас знают, которые нам доверяют, которые понимают, что это место, где можно не бояться. И если вы собрались покупать меховое изделие, то нужно смело идти к нам и принимать решение. Идти к вам, только на выставку. Ну вот я хотела бы обратить внимание на то, что в период пандемии все-таки обогатились те организации, которые ставку делали на онлайн-продажах, и они сейчас как бы продолжают развиваться, расти. Вот вы на какой-то период времени встали, сейчас возвращаетесь в самую обычную жизнь, но какой-то вот был у вас период знакомства с онлайн-продажами, двигаетесь ли в этом направлении или нет? Мы познакомились с онлайн-продажами давно. То есть у нас создано работает сайт, интернет-магазин. В этот период пандемии мы, конечно, попытались его обновить, вывести его на новый уровень. То есть не сидели сложались. Да, там новенькие фишки добавили, доработки, чтобы он продвигался у нас. Хорошо. Но что касается интернет-магазина, это, конечно, все... Хорошо? Все имеет место быть, все это хорошо, но каждая шуба из натурального меха, она индивидуальна. То есть покупать шубу вот так вот просто посмотрев по картинке, на сегодняшний день это делает один покупатель из ста. То есть сто женщин приходят на выставку, где она спокойно померила, потрогала, задала все вопросы и приняла решение купить. Одна женщина из ста готова все-таки выбрать по картинке, по телефону, ну и происходит. Это продажи происходит. Вот этот опыт какой-то у вас есть уже в этом направлении? Какие-то результаты вы предварительные можете нам рассказать? Да, предварительный результат. Одна из ста женщин. А, вот это и есть! А я думала, что вы к примеру говорите. А это у вас есть статистика. И он цифрами и статистиками точными. То есть что шуб мы продаем на выставке, а одну шубу мы продаем через интернет-магазин. Но он у нас, конечно, есть. И какой еще плюс? Несколько покупок, сколько можно подготовиться к выставке, то есть посмотреть ассортимент, цены, размерные линейки, почитать новости о нас, о наших акциях. То есть вы рассматриваете свой сайт как некую подготовку к покупке, которую все равно нужно осуществить в торговом зале, на ярмарке. То есть вы считаете, что за такой формой торговли, как ярмарка, есть все равно перспективы? Сегодня, в этом сезоне, конечно, это 100% ярмарка, которая начинает работать. И работать с тем же, с такой же интенсивностью. Сайт, мы тоже на него делаем определенные ставки. Тоже там добавляем новые возможности, рассчитаться прям карты, оформить прям рассрочку на сайте, чтобы удобно было оформить доставку на сайте. Специалисты к этому подготовлены. Но все равно уверены в том, что, конечно, будущее и основной объем покупок будет происходить на выставке. У женщины это нравится, это удобно, это целый процесс. Это, ну, по большому счету, покупка шубы – это праздник для женщины. Менталитет женский в России в основном, конечно, складывается из нескольких составляющих. И одна из них – это шубы из натурального меха обязательно должны быть в гардеробе. Я понимаю так, правильно? Конечно. То есть это такая вот особенность русских женщин. Вот, Елена, вы, скажем так, делаете свою работу для того, чтобы люди чувствовали себя современными и красивыми. То есть они к вам идут и дают деньги для того, чтобы с помощью каких-то ваших секретов можно было добиться в том числе и успеха. Вот как вы считаете, вот в сегодняшних условиях, когда, как мы уже неоднократно раз говорили, в непростых условиях, да, вот, нужна ли сейчас покупка натуральной шубы в условиях сегодняшних или нет? Вот как вы сами вообще считаете? Я в этом просто уверена, что нужна. Сейчас объясню, почему. Я на своих занятиях, на своих курсах учу всех женщин любить в первую очередь себя. Начиная прямо с детей, со своей школы юных леди, я учу девочек любить себя. Потому что если человек любит себя, то его любят все вокруг. Он всем нравится, он себя хорошо чувствует, его любят все. Что нужно женщине современной для того, чтобы почувствовать вот это чувство радости, чувство значимости, своей статусности? Ей нужны всякие вот такие вещи, как шуба. Я за свою работу, за период своей работы, я не могу вам вот прям сказать цифру, сколько я разобрала гардеробов. В каждом гардеробе российской женщины я видела эту шубу из натурального меха. В каждом. У меня очень разные бывают клиенты. То есть у меня бывают клиенты, которые очень состоятельные, бывают клиенты, которые вот просто абсолютно простые люди, но они хотят, вот, как Ирина сказала, стать более современными, более модными. А если вы такими становитесь, то, естественно, ваш уровень жизни меняется, вы переходите на какую-то другую ступеньку. И это я говорю к тому, что шуба из натурального меха, любое изделие из натурального меха, это еще и статусная вещь. Это статус какой-то. Которая позволяет демонстрировать свое материальное положение, что ли, сегодняшний кусор. Которая позволяет чувствовать себя достойно. Именно чувствовать себя достойно. Здесь сейчас даже не материальное положение тоже, конечно же. Если у вас шуба, извините, из меха Соболя или из какой-то дорогой норки, которую не каждый себе может позволить. Это долгосрочное вложение. Да, эти шубы можно из поколения в поколение передавать. Они вообще не имеют срока годности, эти шубы. И это, конечно, уже статусная вещь. Интересно. Вот мне хочется спросить у экономиста. Оксана, вот скажите, а как вы считаете, вот вложение денег в покупку натуральной шубы – это вложение… Инвестиции, вы имеете в виду. Инвестиции, да. Я как бы слово подбирала сейчас. Ну, конечно, говорить об инвестициях или сравнивать покупку шубы с приобретением ценных бумаг мы не можем, потому что ценные бумаги, они потенциально нам могут принести не просто прибыль, а сверхприбыль. Что касается шубы, то надо понимать, да, что если мы покупаем, то продать там даже через полгода, год за ту же стоимость, которую мы приобрели, сегодня – это нереально. Потому что сегодня, ну, как ни крути, мы видим, рынок очень широко представлен шубами и другими видами верхней одежды из натурального меха. И сегодня очень широкий диапазон стоимости. Надо понимать, что мы живем в условиях рыночной экономики, и чтобы обеспечить спрос на свою продукцию, что делают производители? Они, конечно, стремятся к удешевлению товара, да. Чем меньше стоимость товара, тем большее количество людей приобретет этот ценный товар. А зная о том, что у нас шубы любят русский народ, да, женщины в особенности, даже, в общем-то, мужчины, то современные производители делают все, используя достижения научно-технического прогресса для того, чтобы, ну, снизить стоимость и сделать шубу доступной широким категориям населения. И действительно, сегодня мы понимаем, что даже не супербогатая женщина может себе, а женщина со средним достатком, может позволить себе тоже, вот, например, норковую шубу, да. И, конечно, ввиду широкого ассортимента и предложений на рынке, вот об инвестировании какой-то такой глобальной ценности... Как категории такой, да. Да, да, конечно, мы не можем говорить, но... А с точки зрения житейской... Но, 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 опять-таки, да, какое есть преимущество натуральной шубы? А даже если мы походим там несколько лет и захотим ее продать, мы это сможем реально сделать, да. Конечно, мы не вернем сто процентов суммы, но за достойные деньги мы с вами это осуществим, это сто процентов. Потому что, ну, я не знаю, может быть, каждый на себе это испытывал, вот, свою, да, скажем так, относительно старую шубу, если вы хотите продать, у вас это реально получится. И спрос на это действительно есть, потому что, вот, я, ну, сама знаю, вот, люди звонят, спрашивают, интересуются, и, ну, то есть, как инвестиции, да, мы не можем это рассматривать, потому что доходы они не приносят. Да, приносят определенный комфорт, определенные, может быть, ощущения самодостаточности и другие некие нематериальные вещи. Вложение, да, да, вложение в себя, правильно? Конечно, конечно, это вложение в себя, они дороже, стоят, чем... Да, конечно, безусловно, они на здоровье отразятся положительно, правильно? То есть, меньше к врачам будут ходить эти женщины в шубах, будут экономить на врачах, а сегодня-то, дорогая, татьяна, таблетках. Ну, а сейчас мы верным путем подходим еще к очень актуальной теме, связанной с таким трендом, который, в основном, конечно, мы наблюдаем в Европе, когда крупные торговые организации, бренды создают коллекции, где есть место для шубы из искусственного меха. Они вам составляют сейчас конкуренцию или нет? Модницы стараются посмотреть, например, на другой какой-нибудь торговый дом и следовать, скажем, этим тенденциям? Много споров действительно сейчас ведется и среди дизайнеров, модельеров, модниц, производителей натурального меха о том, сможет ли натуральный мех сохранить свои позиции на рынке и не вытеснит ли его искусственный. Ну, то есть на всех уровнях, начиная от моды, заканчивая производством, качеством и вообще экологией. Правильно я понимаю? Конечно. Производитель, например, сейчас перед ним стоит выбор, ну, какое производство запускать. Либо запокупать сырье традиционно натурального меха, запускать изделие из натурального меха, либо разворачиваться в сторону искусственных синтетических материалов. То есть это переоснащение оборудования, это переквалификация персонала и так далее, и так далее. Вот поэтому сейчас принимается решение. Я вижу, что все фабрики, с которыми мы работаем и дружим не один год, все-таки уверены в том, что натуральный мех – это фундаментальный базовый материал для верхней зимней одежды. И в нашей стране с суровым климатом, с перепадами температур, он будет востребован всегда. То есть никогда не сможет наша русская женщина отказаться от шубы из натурального меха, потому что натуральный мех обладает рядом очень весомых и значимых преимуществ. Первое из них – это в том, что это, ну вообще в первую очередь я бы хотел сказать, что это наше достояние, это наша национальная гордость, это наша история. И, например, одежда из натурального меха сыграла, например, немаловажную роль в становлении истории нашей страны. Например, мы выиграли не одну войну с европейскими захватчиками благодаря тому, что наши солдаты были одеты в качественные тулупы из овчины. В то время как наши противники замерзали в сугробах, наши уверенно атаковали благодаря тому, что они были нормально и достойно одеты. Поэтому исторически традиционно для того, чтобы сохранить свое здоровье и находиться в тепле, в нашей стране одежда счется из натурального меха. Следующий момент – это, конечно, природное тепло этого материала. В чем оно заключается? То есть в массиве остевых и пуховых волос накапливается воздух, который образует своего рода такой маленький-небольшой микроклимат с определенными показателями, которые регулируют температуру человека, который находится в изделии, и человеку комфортно. То есть на улице нам тепло. Ну правда, что нужно на себя шубку надеть, чуть-чуть постоять, а потом выходить в холод, чтобы у тебя там создавалась такая вот как бы как подушечка тепла? Правда или нет? Ну можно сразу одеваться, сразу убегать на мороз. Ой, ну ладно! Попытается, что-то не возьмет. Да, это по большому счету, ну, одно из самых главных достоинств натурального меха в том, что он обладает природной теплотой за счет своих свойств. Следующее – это износостойкость. Конечно, шуба из натурального меха, мы сегодня уже не раз сказали, что это, когда мы покупаем, мы понимаем, что будем носить ее долгие-долгие годы, будем красивы, и она не потеряет ни во внешнем виде, и незначительно совсем потеряет стоимость. Стало быть, средства не надо тратить дополнительно на покупку, то, что правильно, постоянно думать. Мне кажется, еще есть одно преимущество натурального меха перед синтетическими аналогами, и, наверное, это преимущество больше направлено в сторону людей, которые за сохранение природы. Дело в том, что это органика, и она разлагается в отличие от синтетических волокон, поэтому те, кто ориентированы на сохранение окружающей среды, тот, кто борется за экологию, должен убирать, конечно же, шубы из натурального меха. У нас сегодня в студии практикующий доктор, мы уже говорили о том, что шуба приносит радость, может ли она принести вред, в том числе и здоровью, а люди иногда жалуются, что якобы может быть аллергия, это вообще фейк или как? Шуба – это, как уже, как правило, это следствие. Все внутри организма. То есть, если организм здоров, полный сил энергии, напитан всеми микро- и макроэлементами, у него достаточно энергии, и у него достаточно психоинформации, то никакой аллергии у него нет. Все балансы работают, как часы. И даже если попадет маленький, потому что человек же дышит, человек дышит, у нас аллергена вон, куда мы не зайдем, везде и всюду. Любой запах, любая частичка может вызывать аллергию. Поэтому шуба – это уже не основной источник аллергии, а это следствие. То есть, у человека есть какой-то дисбаланс в организме, в его здоровье. Поэтому можно небольшими средствами восстановить свой баланс и свой потенциал энергетический организм для того, чтобы спокойно себя чувствовать. И очень часто, вы знаете, как правило, бывает, что это миф нагоняется, нагоняется, нагоняется специально. И создают определенный вид программы у человека. Испокон веков было, куда мысль, туда энергия. Идет туда, обязательно у человека это все возникнет. Не будет туда, это точно так же, как и с коронавирусом. Ну, сейчас мы, это не наша тема. Поэтому, чем меньше вы будете внимания уделять именно и создавать в своем мыслеобразе, что шуба может вызвать аллергию, то, естественно, вы избежите большинство проблем. Но если у человека есть уже проблема именно внутренним балансом организма, то, естественно, это может. Но, опять же, она может быть вызвана не самым шубой, а именно условием хранения. А, то есть, им нужно грамотно хранить шубу, да, чтобы она не испортилась? Об этом тоже. Но это точно так же, когда вы покупаете автомобиль, вы за ним ухаживаете. Вы же не бросаете его, вы его не царапаете и не сделаете с ним какие-то непотребные вещи. Точно так же и с любым дорогим изделием его нужно правильно ухаживать. Чтобы не заводилась моль, там обязательно заводятся именно личинки, именно этой моли, которая может вызвать аллергию. Но если правильно хранить, а производитель дает рекомендации, именно как правильно ухаживать за шубой, как правильно хранить, как правильно эксплуатировать изделие. Поэтому вы избежите этих проблем и вы тем самым предотвратите, ну, делайте профилактику, просто возникновение, если вы боитесь за аллергию, то вы предотвратите. За самого себя волнуешься, если сделать профилактику. А как эту профилактику Алексей сделает? Шубу достать, проветрить или чего там, если я ее не успела поносить? Я сейчас обязательно расскажу. Я хотел бы уже, что касается темы, есть мнение, вы сейчас подтвердите его, либо опровергните, что натуральная шуба не только не вредит здоровью, что она еще и полезна для здоровья. Потому что между телом человека и натуральным мехом образуется электромагнитное поле, которое нормализует кровообращение и благотворно влияет на весь организм в целом. То есть это материал, который еще и полезен для здоровья. А правда, что на Руси маленьких детей обязательно в цигейку или как-то так вот старались завернуть, чтобы детям... Ну мы знаем, что даже в современном сейчас условии для детей покупают конверты из натуральной овчины. Почему? В чем фишка? А вы хотите объясню? Потому что создается микроциркуляция, когда идет... У нас тканевое дыхание никто не менял. Если, опять же, поры открыты, все железы у нас работают, именно потовые железы, сальные железы у нас работают в полном объеме, на хорошем, не забиты они всеми токсическими веществами, то происходит именно теплообмен. Шуба обладает гигроскопичностью. Что это значит? Синтетика, синтетическая шуба не обладает. То есть она, если человек вспотел, она впитывает излишнюю влагу и, соответственно, сохраняет теплообмен. То есть человек не перегревается. Как только синтетическая шуба, вы зашли в какое-то помещение, либо в теплое, либо на улице выглянуло сильно солнце, у вас начинается перегрев, у вас получается нарушение теплообмена. Теплообмен нарушается, вы начинаете замерзать. А это может привести к простуде? Конечно. Вот дела. А натуральный мех, он обладает именно, еще раз повторю, гигроскопичностью. И поэтому получается именно обмен, и натуральный мех не дает перегреваться организму. Точно так же происходит именно с детьми. Когда их оборачивают, у детей просто обменные процессы идут быстрее намного, чем у взрослых. И когда идет потение ребенка, побыстрее, он быстрее избавляется от токсичных веществ, которые он накопил за тот день. Ну, за этот день. И поэтому он освобождается намного быстрее. Он быстрее очищается. Всегда на Руси, ну, помните еще поговорку, да, держи ноги в тепле, голову в холоде. У нас ладошки и стопы являются очень хорошим органом, вернее, местом, который вытягивает все токсины. Поэтому если вы шерстяные варежки, либо шерстяные носочки одеваете при недомогании, у вас начинается тяга лимфы, именно и выход токсина, и все нехорошие вещества. И напряжение уходит. Естественно. И тем самым все соки начинают работать именно в том направлении, в котором необходимо. Я хотела еще какой вопрос задать. Вот обратите внимание, сейчас тенденции разные, да, есть люди, которые выбирают долговечность через цвет, через форму, то есть... Классику. Классику, да. И есть такие вот прямо очень модные, такие острые вещи, они таких ярких цветов, вот я тоже видела у вас, там они могут быть там фиолетовые, зеленые, красные. И если вот так вот разбираться, такие шубы яркие, они сколько по времени носят, как влияет вообще вот, как украшение, да, правильно говорить? Да, вот об этом сейчас расскажу. На качество изделия. И вот что посоветуете? Вот и ваше мнение, Алексей, и вот мнение Елены как стилиста практикующего. Натуральный мех, например, норки, как правило, представляется, ну, цвета двух видов, можно сказать. Это природные цвета, например, это черный, это сапфир, это пастель, это природные натуральные цвета этого меха. Но, конечно, современные подиумы диктуют свои условия, им этих цветов недостаточно. И начинают появляться, конечно, фиолетовые, синие, красные. Ну, большая палитра цветов тоже представлена на сегодняшний день. Что касается, часто спрашивают, теряет ли шубу в качестве, если ее покрасили, либо нет. Если крошение выполнено с соблюдением всех технологий, всех правил, всех этапов, как это должно быть, она не только не теряет, но она и получает еще дополнительную защиту остевого волоса от агрессивной окружающей среды и дополнительную защиту кожевой ткани. Но если крошение производится для того, чтобы скрыть какие-то дефекты на шубе, то есть, ну, как правило, берутся, например, шкуры низкого качества с браком, которые перекрашивают в черный цвет, и мы зачастую в недоумении видим две черные шубы, но одна шуба стоит 50 тысяч рублей, а другая стоит 98, и человек не понимает, почему это происходит. Происходит потому, что здесь перекрасили шубы, шкуры второго и третьего сорта в черный цвет, и они стоят 50 тысяч рублей. А здесь берется отборное сырье, мы его тоже видим, которое густое, которое блестит, которое будет носиться. Она будет стоить, конечно, на порядок выше. Вот в этом и разница. Елена, ваше мнение? Моё мнение, я очень люблю шубы именно яркие, именно необычные, потому что мне, как стилисту, когда я какие-то образы создаю, такие шубы очень-очень помогают. И сама я, как такой драматический персонаж, я безумно люблю эти шубы. У них великолепная красная есть шуба, я просто не могу глаз от неё отвести. Но не всем женщинам можно носить такую шубу. То есть если человек к этому готов, вот так как я, одеть эту шубу, да, потому что когда вы одеваете шубу такого яркого какого-то цвета, какого-то фасона необычного, фиолетовую, красную, розовую, синюю, естественно, вы начинаете привлекать внимание. Не все люди любят привлекать к себе внимание. То есть если вы яркий такой драматический персонаж, то да, вы будете в этой шубе чувствовать себя потрясающе, с ней ничего не произойдёт. Но если вы в душе классик, любите всё лаконичное, то, конечно, в такой шубе вы будете чувствовать себя как... Ну, как не в своей тарелке. Поэтому тогда, конечно, классика я рекомендую. И любой вот из цветов, которые предложил Алексей. Как правильно тогда подобрать изделие? Потому что мне кажется, когда холодно, ты уже как-то... и на тебе джемпер определённый. То есть нельзя ли ошибиться с размером и вообще с выбором? Ну, смотрите, у нас на выставке подготовлены специалисты, которые, конечно, помогут сделать этот выбор. Ну, чтобы понимать, по-простому, то есть меховое изделие должно иметь определённую свободу полуоблигания. То есть оно не должно быть прям так в облике. То есть впритык мы не берём, дорогие женщины. Да, как бы женщинам не нравилось взять впритык, хотя всё равно есть настойчивая женщина, говорит, мне нужно подчеркнуть свою талию, я возьму впритык, как говорится. А потом эта талия в течении полугода расползлась, эту шубу мы продаём. Правильно? Хороший бизнес. Ну, мы всегда пойдём навстречу. Мы решим вопрос этой женщины. Мы сделаем того, чтобы нагрузка распределялась равномерно на швы, и шуба носилась бережно и аккуратно. Поэтому, конечно, покупая меховое изделие летом, нужно понимать, что должна быть свобода полуоблигания. Вот и всё. А вот я о чём сейчас подумала. У нас ведь российские женщины, все они очень разные. Возраста разного, блондинки, брюнетки, рыженькие. И размеры у нас у всех разные. Но каждая хочет быть красивой. И вот может ли шуба украсить женщину? Есть ли смысл носить, например, женщинам, у которых красивые формы шубы повредит, не повредит это их имиджу, вот так вот скажем? Обязательно нужно носить. Потому что женщины, конечно, красивые, а женщины в натуральных мехах красивы, особенные. Мы, в свою очередь, всегда перед каждой выставкой тщательно готовимся, чтобы каждая женщина, которая к нам пришла, нашла именно ту шубу, которая украсит, которая ей понравится, и в ней будет комфортно, уютно и тепло. Особое внимание мы уделяем таким размерам, как 54, 56, 58 и размеры 60. Такие шубы отшиваются по специальным лекалам, с учётом анатомических особенностей женской фигуры в этих размерах, чтобы им было комфортно, уютно, тепло. И они у нас были самыми красивыми. Елена, что вы скажете по этому поводу? Вообще не имеет значения форма женщины. И 44 размер, и 56 можно великолепно выглядеть в любой одежде. Просто нужно правильно подобрать себе этот фасон. Поэтому любой размер 52, 54, 56 очень будет красиво меховое изделие. Просто нужно правильно его выбрать. Очень ответственно подойти к выбору. И тогда вы будете наслаждаться этим изделием, тогда вы будете смотреть на себя в зеркало и восхищаться тем, что вы там будете видеть. А если лохматый мех на женщине размера 52, 54, 56? Возможно такое? Конечно, возможно. Женщины в любом размере хотят выглядеть. Например, если женщина хочет быть в центре внимания, она выбирает, например, лизанно-остный мех, такой, например, как серебристая чёрная лисица, либо рыжая лисица. И в размерах и 52, и 54 женщина будет выглядеть эффектно, красиво, будут глаза гореть, её будет всегда видно, и она будет себя чувствовать удобно, комфортно и, самое главное, тепло. Это то, о чём я говорила раньше. Если женщина хочет привлечь внимание, то это будет очень здорово, это будет очень классно. Поэтому можно. Можно и лису, можно и песца, можно и черноборую лису. Будет очень красиво. Но для этого женщина должна понимать, что она будет привлекать внимание, и она будет производить такое впечатление вау. А цена-то? Цена, она зависит, например, от размера шубы и каких-то других параметров? Цена на изделия из меха в первую очередь зависит от вида меха. То есть первая линейка цены, то есть это первая линейка, это изделия из овчины и изнутри. Такие шубы, как правило, стоят от 15 тысяч рублей. От 15 где-то до 40. То есть зависит от, уже там надо смотреть, то есть расход меха, отделка, есть, может быть, воротник, либо манжета отделана, дополнительный мех в норке, либо песца. То есть шубы из овчины можно купить от 15 до 40 тысяч рублей, можно смело покупать. В эти же деньги можно покупать себе, смело выбирать шубу изнутри. А внутрь, мы помним, это мех, который незаменим в дождливую погоду, потому что по своим природным свойствам, она именно не боится влаги и не боится ветра. Поэтому их тоже очень любят покупать. От 20 тысяч рублей шубы изнутри. Сегодня есть еще такая технология выделки, делают шубы из стрижной внутри. Выглядит изделие очень гармонично, благородно, элегантно. Порядка 40 тысяч рублей будет стоить такое изделие. Также сейчас хорошо покупают шубы из овчины премиум. Это легкий такой материал благородный. Шубы сидят как платье. Следующий диапазон, это уже начинаются шубы из благородного и статусного каракуля. Здесь цены начинаются от 59 тысяч рублей. То есть жилет из каракуля, который будет 60 сантиметров длиной, можно купить за 59. Ну а если хочется пальто, благородное длинное пальто, отделанное мехом норкой, то порядка 100-125 тысяч рублей тоже можно будет вложиться в эти деньги. Ну и последняя шуба, это из отборной российской норки, мы уже сегодня говорили. Здесь диапазон цен очень широкий, от 70 до 250 тысяч рублей. Здесь уже надо выбирать свой размер, цвет натуральный, либо это будет какая-то новая тренировка икрашение, капюшон, либо воротник, длина изделия. Все это будет складываться в итоге, конечно, ценой. Милые дамы, приглашаем к нам за шубой на Тверскую меховую компанию. Мы работаем в Олимпе с 28 октября по 1 ноября. Сейчас самое время покупать лучшую шубу для себя, потому что таких низких цен никогда не было, и в сезон уже точно больше не будет. Мы готовились к этой выставке, мы старались, мы приготовили коллекцию новинок, поэтому мы вас будем ждать. Приходите, выбирайте, покупайте. Будьте красивыми в шубах от Тверской меховой компании. Хорошо. Ну так вот, значит, получается, что мы очень сильно отличаемся от европейцев, правильно я понимаю? Очень сильно. У нас совершенно другая культура. Совершенно другая культура. Если наши российские женщины очень любят мех натуральный, то европейцы, ну, я мало видела европейцев, я очень часто бываю в Италии, есть женщины, которые статусные, которые выходят из дорогих автомобилей, а они в шикарных длинных норковых натуральных шубах при плюсовой температуре. Это статусные вещи, и там мало таких людей. У нас совсем другая культура. У нас очень любят женщины натуральный мех. Как сегодня работает соотношение при покупке шубы цена и качество? Вот вы уже сказали, значит, правильно я понимаю, чем дороже сама шкура, тем соответствие выше. То есть не искать дешевых изделий. Ну, как правило, конечно, хорошо, задешево не бывает. Есть такая поговорка, это редкий исключительный случай. Если, ну, вот посмотрите, то есть приду к примеру. Вот такая шкура, которая выращена, во-первых, с соблюдением технологий, выделана по технологии, будет стоить порядка 2,5 тысячи рублей на сегодняшний день. Для изделия норкового идет от 20 до 40 шкур. Ну, смотря, если это куртка, то поменьше, пальто это побольше. Вот мы понимаем стоимость сырья. Плюс сюда нужно добавить стоимость квалифицированной работы, чтобы все было пошито, чтобы шуба сидела ровно, были аккуратные швы, которые не видно с лицевой стороны изделия, был правильно вточен рукава, в пройме хорошо сидел воротник. Это тоже стоит определенную сумму денег. Плюс подклада, плюс фурнитура. И можем легко посчитать просто себестоимость работы и сырья в добротной, качественной шубе из натурального меха. А можно, например, сегодня разделить покупку на несколько частей и, например, купить в кредит? Конечно. Сейчас, кстати, очень нравится это женщинам. А мы в своих торговых залах на Тверской меховой компании, которая, как раз, напомню, будет работать у нас со среды по воскресенье, то есть с 28 октября по 1 ноября. В торговом центре «Олимп» прямо в торговом зале можно будет оформить любое изделие в рассрочку либо в кредит. Буквально для этого требуется 15 минут времени и паспорт. Женщинам сегодня это очень нравится, то есть они приходят. Некоторые просто после работы забегают или во время обеда, но видят, влюбляются в изделие и уже их ничего не может остановить, поэтому здесь приходит рассрочка на помощь. Все проценты просрочки мы берем на себя, то есть покупатели сейчас уже к этому привыкли, им это нравится. То есть вот сколько изделий стоит на ценнике, ровно столько он им в конечном итоге выплатит, ровным, удобным медалином. Вот время нашей программы подходит к концу, и в этой связи хочется какие-то поставить такие точки жирные 4 напротив каждой фамилии. Вот мы сегодня с вами обсудили вообще перспективы развития меховой отрасли, определенные сложности. Тем не менее мы все равно сейчас выходим из ограничительных мер с хорошим бодрым настроением, это очень важно. И для тех женщин, и кстати для мужчин, мы ничего не сказали, а они тоже приходят за шубами натуральными. Да, тоже есть у нас небольшая интересная коллекция для мужчин, то есть мужчин в размерах от 52 до 60 мы оденем. Сегодня выбирают мужчин, например, у нас есть пальто, такой завчины с богатым английским воротником из норки. Мужчины сразу выглядят основательно, статусно, а мужчины тоже с удовольствием покупают натуральный мех. То есть и женщины, и мужчины будут приходить на ярмарку для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы опять как-то почувствовать вот этот вкус жизни. И вот, наверное, для тех телезрителей, которые придут к вам, будут с вами общаться, может быть, мы скажем несколько слов, пожелания и вообще свои ощущения, что будет дальше. Вот, наверное, самого главного с экономики, начнем, Оксана, а вы что скажете? Безусловно, в той ситуации, в которой мы находимся, а сегодня у нас непростая экономическая ситуация, если мы говорим о перспективах, то надо отдавать себе отчет и быть реалистами. Реальные доходы населения, они у нас в ближайшее время расти не будут. К сожалению, будут только сокращаться. Ну и возможности, если у вас нет реальной суммы кредитования, как уже было сказано, сегодня есть. И пока что ситуация у нас не столь плохая экономическая, поэтому, на мой взгляд, женщинам нужно ловить моменты, если они хотят в будущем сезоне, в будущей зимой ходить нарядными, красивыми, самодостаточными в шубах. Александр, а вы что скажете? Я хочу пожелать людям прежде всего, не только женщинам, которые основные потребители этих красивых изделий, но и всем, и мужчинам, и подросткам, и детям, прежде всего, быть осознанными и смотреть, что вы покупаете, как вы покупаете, что вы потребляете вовнутрь, что вы одеваете в виде одежды на себя, потому что от этого зависит. Мы органические вещества, нам необходимы органические вещества. Все, что неорганика, все, что химия, мы отторгаем и напрягаем, прежде всего, как раз иммунную систему. И поэтому, если мы будем жить в гармонии с природой, а шуба – это один из элементов гармонии, то мы будем именно встроены органично в нашу систему, планетарную систему. Елена, вот у нас, значит, мы прям конкретные рекомендации от наших гостей услышали. Что скажете вы? А я хочу пожелать всем гостям, которые нас слушают, чтобы они жили в гармонии с собой в первую очередь. А для того, чтобы жить в гармонии с собой, нужно что делать? Нужно радовать себя. Нужно обязательно себя радовать, нужно себя любить. Поэтому будьте здоровы в первую очередь, будьте гармоничны, будьте красивы, любите и радуйте себя всякими красивыми вещами. Потому что вот приобретя такое изделие, вы будете чувствовать себя королевой, просто королевой. У вас будет хорошее настроение, от этого у вас будет хорошее здоровье. Поэтому радуйте себя и будьте всегда красивыми. Да, и может наладиться личная жизнь. Однозначно. Ну что же, тогда, Алексей, вам слово в завершении нашей программы предоставляем. Я хочу сказать, что мы на сегодняшний момент тоже испытываем волнительные чувства о том, что ждет в нашем новом сезоне. И если как-то собирать всю информацию, которая нагнетается сейчас в средствах массовой информации, что доходы падают, что все так становится плохо, то остается, как вот в песне, одно, только лечь и умереть. Мы этого точно делать не будем. Мы со стороны всегда верим в светлое будущее, о том, что все будет хорошо. И я вижу все равно, что парки наполнены радостными людьми, все гуляют. Кафе наполнены людьми, все проводят приятное время, как это было раньше. В торговых центрах опять заполнены парковки, и люди вернулись к обычному, привычным образом жизни. Поэтому я рекомендую всем не поддаваться вот этой панике, которая сейчас на нас нагнетается. Все будет хорошо. Мы верим в светлое будущее. Мы с твоей стороны не подведем наших покупателей, которых мы знаем, которые нас знают, которые нам доверяют. И напомню, что мы приготовили хорошую распродажу добротных, качественных изделий. Мы сможем встретиться с нашими покупателями в торговом центре «Алимса» в среды по воскресенье, то есть с 28 октября по 1 ноября. Поэтому приглашаем всех к нам. У нас будут скидки до 40%, цены снижены. Таких цен в сезон уже точно больше никогда не будет. Поэтому приходите к нам, выбирайте и покупайте лучшие шубы для себя. Мы вас будем очень ждать и будем очень рады видеть у нас на выставках. На этой ноте мы заканчиваем нашу программу. Я благодарю вас, дорогие участники, что вы пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok